В этом году в Сочи чуть более 2000 выпускников. Экзамен по базовой математике должны сдать все, иначе 11-класснику не выдадут аттестат. Впервые ЕГЭ по математике был разделен на два уровня, базовый и профильный, в прошлом году. Профильный уровень позволит выпускникам поступать в те вузы, где при поступлении нужны результаты ЕГЭ по математике. Его выпускники будут сдавать на следующей неделе, 6 июня. Сегодня же ученикам было дано 3 часа, чтобы решить все примеры и справиться с неравенствами и уравнениями. В целом, экзаменационная работа по базовой математике включает 20 заданий. Ответов на тесты в сети на этот раз не было. Школьники Дальнего Востока и европейской части страны писали разные тесты, так что поделиться ответами они не смогли. О том, чтобы выпускники не могли пользоваться шпаргалками, в этом году позаботились и в самих пунктах проведения ЕГЭ. Все сочинские школы на время проведения экзаменов оснащены средствами подавления связи, так называемыми глушилками. Они блокируют все виды связи, начиная с мобильной и заканчивая Wi-Fi. Ребята знают, что нельзя пронести мобильные телефоны, никакие средства, справочные какие-то материалы. Но для усиления контроля, для общего спокойствия стоят такие специальные средства. Для их безопасности, потому что это обязательный экзамен. При удалении ребята не смогут его сдать в этом году. Экзамен очень важный, потому что это стат. Поэтому все для того, чтобы все у ребят получилось хорошо.